Рустам Маратович очень пунктуальный человек. Прибыл он точно в назначенное время. Сначала он посетил кабинет терапевта, прошел все необходимые процедуры, была заполнена анкета. То есть посещение Рустама Изиатулина больницы ничем не отличалось от остальных посещений. То есть все формальности были соблюдены. Ну и сейчас мы уже находимся в прививочном кабинете. За этой дверью находится Рустам Маратович Изиатуллин. Мы пройдем. Ну и вот в режиме онлайн можно видеть, как Рустам Маратович сейчас будет делать прививку. Это первый компонент спутника ВИ. Хранился он, как и положено, в специальном холодильнике. Перед этим был разморожен, выдержали определенную, скажем так, паузу. Ну и вот сейчас, ну, если можно приступать. Вот в левое плечо это прививка. Ну и сам процесс, как вы видите, занимает не больше минуты, опять же, да, с проходом вот всех этих кабинетов. То есть получается примерно минута 10. Ну и прививка, могу сказать на себе лично, безболезненная. Я тоже уже вакцинировался первым компонентом вакцины. Всего в Нижнекамске на сегодняшний день вакцинировалось больше 20 тысяч. Получили первый компонент вакцины. И больше уже 10 тысяч получили второй компонент вакцины спутника ВИ. Ну и сейчас вот Рустам Маратовичу заклеивают руку, и у нас будет возможность с ним пообщаться. Спросить, почему же Рустам Маратович немножко долго ждал, чтобы привиться первым компонентом. Рустам Маратович, здравствуйте еще раз. Вот немножко расскажите, вот такая вот у вас долгая пауза, с чем была связана? Добрый день. Ну, у меня были противопоказания, у меня была операция по аппедициту. Поэтому я все вопросы снял по этому вопросу и привился сегодня. Рустам Маратович, ну вот все говорят о коллективном иммунитете, да? И вот хотелось бы понять вообще, что такое коллективный иммунитет? Коллективный иммунитет – это наличие иммунной прослойки, которая, значит, в обществе создает предпосылки для того, чтобы люди не болели. Он примерно 60-70 процентов – это необходимая цифра, которая обеспечивает так называемый коллективный иммунитет. Мы, достигнув этой цифры, можем спокойно говорить, что процесс, во-первых, управляем, во-вторых, он поддается прогнозированию, и, естественно, население не болеет. Рустам Маратович, правда ли, что российская вакцина «Спутник Ви» – самая лучшая в мире? Российская вакцина зарекомендовала себя очень хорошо «Спутник Ви», поэтому на сегодняшний день является одной из самых надежных. Вот, поэтому я сегодня и привился, и, значит, всем, пользуясь случаем, обращаюсь к населению города Нижнекамска, Нижнекамского района, республики, о том, чтобы приходили, прививались, создавали у нас у всех коллективный иммунитет и, естественно, препятствовали распространению новой коронавирусной инфекции. Ну вот, не зря говорят, что начинать нужно с себя, и вот сегодня Рустам Маратович это прекрасно продемонстрировал. Опять же, хочется сказать, что в Нижнекамске вакцинация проходит не только в больницах, действуют передвижные пункты, работают они в основном в торговых центрах, ну и тоже, в принципе, пользуются большой популярностью. Александр Халин, Евгений Лызаев, Новости НТР.